Привет всем из Токио! Сегодня будет небольшой видео обзор лимитированной коллекции от OPI. Это осенне-зимняя коллекция и она посвящена Исландии. Оттенки коллекции отражают первозданную и необузданную дикую природу страны. Ошеломляющие свои территории поля, застывшие лавы, пляжи с черным песком, водопады, айсберги и широко раскинувшиеся горные цепи с уникальными вулканическими породами. Впечатляющие закаты все это вдохновило к созданию коллекции. Всего в коллекции представлено 12 оттенков и они идут в трех текстурах на любой вкус. Есть текстура геля, есть текстура обычного лака и текстура Infinity Shine. Infinity Shine совмещает в себе свойства лака и геля, при этом не требует отмачивания и сушки в лампах. Комфортная текстура, хорошо держится и у нее красивый глянец. Я люблю эти лаки. Эту линейку стойких лак использую всегда с оригинальными средствами. В принципе, я пробовала использовать и с другими средствами, тоже эффект хороший. Мне очень нравится в этой линейке топовое покрытие. Я вам уже о нем рассказывала несколько раз. Оно дает очень красивый глянец, очень стойкий. Он остается глянцевым даже через неделю. Все лаки я наношу всегда на оригинальное базовое покрытие. Оно называется Infinity Shine 1. Потом наношу два слоя какого-нибудь цвета лака. И в конце я наношу один слой топового покрытия глянца. Все оттенки ровно, красиво наносятся. В два слоя сохнет очень быстро. Первый вот такой вот приглушенный, очень красивый оттенок. И вот этот вот лак держался на мне очень хорошо. Он побил все рекорды больше недели в идеальном состоянии. В переводе называется он вулканический цвет. И номер оттенка 162. Припыленные, очень красивые цвета в этой коллекции. Нежный, элегантный, пепельно-лиловый цвет. Следующий оттенок называется Исландский Викинг. Это очень необычный, интересный цвет. Когда я его накрасила днем, он оказался приглушенным, серовато-голубым. Но когда я посмотрела на него вечером, при вечернем комнатном освещении, он казался темно-темно-синим и практически черным. Но без блесток, без шиммера. Чистый лак, ровное покрытие. Наносил его в два слоя, быстро сохнет. Очень необычен тем, что он меняет цвет. Следующий цвет в переводе называется Навстречу Северной Аврори. Красивый, приглушенный, розовый. Этот цвет тоже абсолютно чистый. Очень красивый, элегантный, интеллигентный. Покажу вам его тоже, как он смотрится на ногтях. Прекрасно держался, хорошо наносится, быстро сохнет. Оттенок номер 155, темно-темно-серого цвета, богатый цвет эспрессо. Название в переводе звучит как кронологический порядок. И последний цвет, который у меня есть, из этой лимитированной коллекции. Оттенок номер 163. Название у него очень необычное. В переводе оно звучит как горячая точка Рейк Ябика. Этот лак уже с перламутром, мелкий шиммер, перламутр, приглушенный, но в то же время, с таким вот интересным сиянием, розовый цвет. На этом это все. Надеюсь, вам понравился такой мини-обзорчик на часть коллекции, которая называется Исландия. Напишите мне в комментариях, вы делаете гель на ногтях или чаще наносите обычный лак. Какими лаками вы пользуетесь, какие оттенки вы любите. Мне будет очень интересно почитать. Пишите, покупали ли вы оттенки из этой коллекции. Жду от вас комментариев. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токио. Субтитры подогнал «Симон»!